Добрый день, Ариф. Добрый, добрый день. Вот, теперь я вас очень хорошо слышу. Я помню, когда последний раз мы с вами встречались в эфире, мы с вами обсуждали возможность подписания ленд-лиза. И сейчас я хочу спросить у вас, как у эксперта, который действительно дал очень точную оценку ситуации, которая сейчас происходит в Украине, в мире. И как вы думаете, вот этот ленд-лиз для Украины, что это означает? Это означает то, что страны Евросоюза и Америка понимают, что Путин должен быть поражен. Это поражение Путина. Это страх перед Российской Федерацией. Поможет это Украине или не поможет ленд-лиз, или пока ситуация еще непонятная. Большое спасибо. Действительно, это очень важное событие. Событие, которое может во многом внести перелом. в российско-украинской, точнее, в войне Украины против агрессии российской. Но я бы сказал так, что в течение последних дней было два важных события. То есть кроме вот этого упомянутого вами решения о ленд-лизе, это огромное событие, действительно, безусловно. Потому что, если мы будем говорить конкретно о ленд-лизе, во-первых, начнем с того, что американское правительство, по сути дела, второй раз возродило практику ленд-лиза. Последний раз это было как раз в 41-м году. Вот, кстати, в вашей программе я слышал эту известную в те времена песню, «Вставай в страну, освященная война» песни. Да, вот, перекликается. И действительно, как тогда фашистская Германия напала рано утром, в 4 часа Киев бомбили, так и сейчас. И как тогда вот американцы приняли вот это решение о ленд-лизе, так и сейчас. То есть, параллель даже вот историческая тоже полностью совпадает. И как тогда ленд-лиз очень сильно помог Советскому Союзу конкретно, потому что внезапное нападение привело к тому, что тогда Советский Союз, его промышленность была в тяжелом состоянии, были сложности и с выпуском боевой техники, а также с другими предметами народного хозяйства, во многом именно благодаря ленд-лизу появилась возможность и удалось одержать победу над фашистской Германией. И вот сегодня такая же картина. Ленд-лиз, который сейчас уже был принят, и который, ну, ясно, что, конечно же, Байден подпишет, значит, это позволяет, по сути дела, я бы сказал бы так, снимает последние ограничения перед правительством Соединенных Штатов по оказанию Украине не только военной помощи, то есть теперь она может спокойно оказывать Украине всестороннюю военную помощь, но также и помощь в других сферах. Это и медикаментами, и продуктами, и по восстановлению территории. То есть это всеобъемлемая помощь, которая со стороны ведущей геополитической стороны мира представляется очень важным событием. Это, безусловно, событие номер один. Но я бы добавил к этому еще одно событие, которое также может и будет, я в этом абсолютно уверен, далеко идущее последствие. Речь идет о том, что в Германии несколько дней назад в городе на военной базе Соединенных Штатов, база называется «Рамштайн» на юге Германии, состояла встреча руководителей военных ведомств более чем 40 стран мира. Это, конечно же, в первую очередь члены НАТО, но не только НАТО, но и другие государства. Достаточно назвать, например, Израиль или Японию. То есть, по сути дела, я бы сказал так, весь цивилизованный мир. Военные руководители собрались там, и там было принято единогласное решение, единодушное, я бы сказал, решение, о создании, во-первых, коррекционного центра, который будет теперь собираться раз в месяц, и задача которого – координация совместных действий вот этих более чем 40 стран мира по оказанию в данном случае пока что военной помощи Украине. И не случайно, хотя организаторами были Соединенные Штаты, но не случайно это было местным встречей была Германия. То есть, чтобы мы хорошо помним реакцию, по сути, ведущей страны в Европе, в Европейском Союзе, Германии, в первые дни агрессии российской против Украины, они всячески старались избежать в открытой форме помощи Украины, избегали всячески, но сейчас, по сути дела, после этого встречи в Рамштайне ситуация кардинально изменилась. Эта встреча еще раз стала сигналом, и после этой встречи Германия также дала добро на то, чтобы, во-первых, поставлять Украине тяжелые вооружения, раньше они вообще от этого отказывались, также дала согласие, чтобы другие страны, в первую очередь, из бывших стран Восточного Блока, чтобы они свое оружие, тяжелую технику, оружие отдавали Украине, взамен Германия поставляла свое оружие этим странам, то есть Польши и другим странам. Это очень важное решение. И мы должны понять, что практика всегда показывает, что вслед за военными согласованными решениями следует потом и политически согласованное действие. То есть, по сути дела, мы увидели, что с одной стороны, это решение о ленд-лизе, это всеобремлющая помощь Украине, с другой стороны, мы увидели, что буквально вот несколько дней назад на наших глазах сформировался военный союз против России в пользу Украине. Это очень важно, давно такого не было. Я вообще даже не помню, когда это вот такое единодушное единение было. Вот такого давно не было. Это, по сути дела, помощь более чем 40 стран мира против России, помощь Украине. Это очень важное событие, которое, безусловно, в скором времени даст себе знать. Вы говорили о политических решениях. В тот же день была такая ситуация, что Польша, Болгария и Финляндия отказались от русского газа. И встал вопрос о эмбарго на российские энергоносители и эмбарго на нефтепродукты. Это очень важно. Скажите, может ли быть такое, что в течение следующих двух-трех недель до середины мая все-таки Европа скажет, что они больше не будут зависимы энергетически от Российской Федерации? Потому что это решение не только экономическое, но и по большей части политическое. Да, это сейчас, в данном случае в Европе, это один из самых острых и обсуждаемых вопросов. То есть, если, скажем, с вопросами военной помощи Украине в целом ситуация уже изменилась, и мы это уже видим. Если раньше не очень активно помогали, то сейчас уже не просто помогают, но речь идет о поставках тяжелого вооружения. Это очень важный момент. А вот в вопросах с газом и с нефтью до сих пор идут острые дискуссии. Здесь самые уязвимые позиции у Германии, Италии, Австрии. Ну и немножко еще в Венгарии, может быть. Но в основном это из трех стран. Речь идет, в первую очередь, о них. И когда Россия выставила свой ультиматум, очередной раз ультиматум, чтобы оплата шла не как по контракту указано в евро или в долларах, а через рубль, то вот этот острый момент, в ответ на это, встал вопрос, что делать? Поддаваться шантажу России или нет? Раз. Второе. Не настало ли время полностью избавиться от этой российской зависимости с энергоресурсами? Позиция Европейского Союза уже четкая и ясная. Они уже четко сказали, что взята политика на то, чтобы не поддаваться шантажу. Второе. Есть контракт, Россия должна его выполнять. Никто не должен идти на... Прогибаться, грубо говоря, перед шантажем со стороны России. И о тех странах, которые пойдут все-таки на это, в данном случае речь шла пока что о Венгрии. Россия, это ее новое руководство, она пропутинская, Орбан и другие его окружения, они уже сказали, что мы готовы, во-первых, в вопросе войны в Украине занимать нейтралитет, то есть это их позиции, плюс мы готовы соглашаться с условием России в газовом вопросе. Так вот, в отношении Венгрии уже пригрозили, что против нее будут санкции со стороны Европейского Союза. И уже первый транш, который выделим был в Венгрии со стороны Европейского банка, реконструкция, там в каждой стране Европейского Союза, выделяется определенная сумма для решения, для улучшения экономической ситуации после пандемии. Каждая страна получала определенные средства, чтобы более или менее стабилизировать ситуацию в экономике после пандемии. Так вот, в Венгрии та сумма, которая выделена, а сейчас эта сумма приостановлена, но указали, что это только начало. Если в Венгрии не откажется, то будут другие санкции, более серьезные. То же самое и другие. И ситуация в Германии немножко сложная, в том плане, что там Германия очень сильно, там очень много политических лиц, политиков и фирм, компаний, завязанных на России. Этот момент мы должны всегда учитывать. И если, скажем, правительство Германии, федеральное правительство Германии тоже занимает ту же позицию, что и Европейский Союз, но есть в Германии политики, а также руководители ряда фирм, которые считают, что надо идти на уступку с Россией. Но главное для нас не заявление отдельных действий, а вот действий всего Европейского Союза. Будет ли в ближайшее время полностью отказ? Это немножко сложный вопрос. Я не уверен, что тактика шантажа, требование оплаты в рублях будет удовлетворена. Это не будет. Более того, некоторые страны уже полностью отказываются. Мы услышали об отказе передачи газа, прекращении поставки газа со стороны России, Болгарии и Польши. Но дело в том, что изначально там уже были готовы во многом и уже переориентировались. Тут я, Азербайджан, в первую очередь, окажет помощь. Небольшая проблема с Италией. Там тоже дискуссия идет в этом направлении. Не думаю, что в ближайшее время будет принято решение о полном отказе. Скорее всего, это стратегическая задача, я думаю, в ближайшие год-два. Но мы должны понимать, что сейчас стратегические решения принято избавиться полностью от России. Но тут вопрос возникает тактически. Когда конкретно и как именно восполнить, скажем, отсутствие российских энергоресурсов? К примеру, в Германии 41% ее поставок газа это из России. Значит, кто-то должен восполнить. Вот эти острые моменты, которые не позволяют мне говорить о том, что в ближайшие, как вы сказали, недели-две будет принят такое решение. Я думаю, что такое решение вряд ли будет принято в ближайшие недели-две. Но для меня главное все-таки вот это решение военной базы Рамштайна, военной сферы и значит решение о линд-лизе. Потому что вкупе вместе с санкциями против Российской Федерации, уже принятыми санкциями, все это, я думаю, в ближайшее время уже даст свои результаты. Мы это увидим. Я думаю, что в мае месяце на фронте, когда украинская армия получит вот это тяжелое вооружение, гаубицы и другую технику, это неизбежно приведет к перелому боевых действий. А если к этому добавить ухудшающую экономическую ситуацию, невозможно со стороны России восполнить потери, я ожидаю в мае месяце перемены боевых действий. Я бы хотела задать вам такой вопрос. Сейчас у Путина сужается окружение вокруг него. Он уже назначает на командование своих близких людей из окружения, переназначает лиц, которые курировали вопросы Донецкой и Луганской областей. И опять же выходит человек, который знаком с ним еще с 1998 года. И такое впечатление складывается, что в бой идут одни старики, что Путин начал поднимать тяжеловесов политики и военной стратегии для того, чтобы любым путем выиграть эту войну. Кроме того, изменилась и риторика пропагандистов. Теперь раздувается новый месседж. Мы не можем проиграть Украину, мы вступаем в Третью мировую войну. Это было сказано позавчера Соловьевым. Вчера весь день раздувался вопрос ядерного удара. Как бы вы проанализировали то, что происходит сейчас? Вся эта риторика свидетельствует о... Я бы причем эту риторику назвал бы истеричной риторикой, потому что подобного уверенные в себе лидеры политики плюс если события идут в нужном ключе, там другая риторика бывает. А такого рода риторика говорит о том, что те цели, которые изначально были определены, они полностью провалились. Война идет не по тому плану, который изначально был. Все идет совершенно в другом ключе и есть понимание, что Россия проигрывает. Собственно, Россия уже проиграла. Вопрос времени. То есть по большому счету это тот случай, когда говорят, что я бы провел параллель с наступлением фашистов в 1941 году осенью против Москвы. Вроде наступаешь, но уже понятно, что наступательная сила уже ослабла, вот будет контрнаступление и полное поражение. Вот нечто подобное мы сейчас видим и в действиях российской страны, которые вроде наступают, вроде каждый день мы узнаем о том, что-то они захватили, но посмотрите темпы наступления на востоке Украины они очень медленные. Там по сути дела в день несколько километров иногда ответы контрнаступления. То есть по сути дела нельзя сказать, что российское наступление развивается даже сейчас на конкретном маленьком промежутке территории успешно. Идут скорее всего позиционные бои, а это тоже минус. И это чувствует в Кремле, в Москве и понимает, что очень скоро ждет крах. И в этих условиях, конечно же, встает вопрос, что делать. А тут еще мы видим, в Кремле видят, что Запад не прогнулся. Ведь изначально политика Путина была основана на этом, что Запад слаб. Как в 2014 году мы прогнули Запад, и он проглотил операцию в Крыме, он и сейчас проглотит. Достаточно несколько жестких действий, и Запад прогнется, как всегда. Вот была стратегия и действия в Москве. Но мы сейчас видим, что Запад излег опыт своих прежних действий. Более того, я изучал позицию лидеров и заявлений, европейских лидеров, да и руководство Соединенных Штатов, они четко говорят, мы в свое время допустили ошибку. Не надо было в 2014 году так действовать. Если в 2014 году была бы жесткая реакция, сегодня ничего этого не было бы. Тогда Россия была намного слабее. И не такая агрессивная, что ли. Вот сегодня Запад четко показывает, и эти действия, оценка, как оценить решение по ленд-лизу и на военной базе Рамштайна, это сигнал Запада России, что мы не боимся, мы не прогнулись. Более того, наши действия сегодня четкие. Украина должна победить, и мы сделали все, чтобы Украина победила в этой войне. И не просто победила, сделала так, чтобы Россия ослабла настолько, чтобы она не могла больше совершать подобного рода ужасную авантюру, как это произошло в отношении Украины. В Кремле это понимают, поэтому единственное, чем они пытаются угрожать, это нанесением ударов ядерного оружия. Как говорят, тактическое ядерное оружие. Я, когда не понимаю, что это значит тактическое ядерное оружие, это звучит, как, я извиняюсь, полубеременная женщина. Ядерное оружие это ядерное оружие. И это ужасно. И вообще-то ответственные политические лидеры, они не употребляют такие термины, они понимают, что это ужасно, речь идет о гибели миллионов людей. И если в риторике и Путина, и его окружении, и российских пропагандистов спокойно говорится о возможности ядерного оружия, то начинаешь понимать, что перед нами безумцы. Это то же самое, как скажем... Да, слушай. Я хотела вам задать вопрос. Смотрите, но многие же в Кремле все-таки учили историю. Они же прекрасно понимают, что произошло с Германией после Второй мировой войны. И они фактически понимают, что такой разворот событий в Российской Федерации это полный крах политической системы и всей вертикали власти. Неудобнее ли преемникам Путина сейчас просто его убрать и остаться дальше при власти? Ну вот, как вариант. Да, эта тема также, или, скажем так, сценарий обсуждается. Мне много приходится читать, особенно со стороны и российских экспертов. И здесь на Западе, что вот, скажем, фактически Путин подставил армию. Армия сейчас тяжелого положения, все шишки будут на нее, и в армии понимают, что это поражение российской армии в Украине во многом результат той политики, которую Путин проводил, когда везде насаждался КГБ. Все, в российской армии главную роль в силовых структурах это играет либо КГБ, как вы сейчас сами сказали, Путин назначает. Посмотрите, все это школа КГБ, а в армии всегда негативно относились к контролю над ними со стороны спецслужб. И есть давно такое мнение, что на каком-то этапе армия попытается совершить переворот или что-то сделать. Но то же самое говорится о его окружении, скажем, об олигархах, которые понесли огромные убытки в результате этих санкций. Но проблема в том, что Путин вот за годы своего правления смог сформировать систему, где он, во-первых, не просто абсолютный диктатор, который слушает только себя, больше никого. Главное то, что он себя окружил маленькой группой, только их с ними встречается, только от них получают информацию. И эти люди, они лишены самостоятельности, они лишены вот понимаете, вот даже если проводить параллель с историей с фашистской Германией, где все-таки была попытка совершить покушение на Гитлера, кстати, не одно было, просто одно самое известное. Но надо иметь в виду, что в Германии, несмотря на роль фашизма и Гитлер, там среди и офицерства, и определенной части, я бы сказал бы так, элиты, были люди, которые сохранили независимость мышления определенной формы, конечно же. В России вот среди правящей элиты я этого не вижу, я бы даже сказал бы так, нынешняя российская правящая элита во главе с Путиным, мне она напоминает, я ее называю радиоактивная элита, она может только уничтожать или заражать, создавать себе подобных, вот что самое страшное. История для них не играет роли, это тоже мало что кто-то учился. Вообще-то я когда-то изучал психологию диктаторов в истории человечества, тем более в последнее время, они все считают, что что было в истории с другими, это их не касается, у них-то будет все иначе, они-то построят себя, как говорил Гитлер, тысячелетний рейх, это вот психология всех диктаторов, история, это, так сказать, их не касается, а окружение боится сказать правду или не способно на самостоятельное действие, плюс, они сильно завязаны на Путина, их благосостояние, вот этого окружения, зависит во многом от Путина, Путин позволяет им все, а они позволяют Путину править. По сути дела, вот эта верхушка, это я поэтому называю, это радиоактивная верхушка России, вот что самое страшное, и если даже завтра, допустим, такой вариант, внезапный инфаркт Путина, что-то, понимаете, что самое страшное, если даже Путин внезапно умрет, ну, можем представить такую ситуацию, я не уверен, что вот те люди, которые вот ходят ближний круг Путина, они прекратят боевые действия или они через какое-то время не будут идти по его стопам, они заражены, это радиоактивная элита, мы должны понять, радиоактивность это не только в прямом смысле слова, как Чернобыль и так далее, радиоактивность их психологии, она человеконенавистническая, вот что самое страшное, то что, то есть, во главе, то есть, там есть ли в России, что и можно изменить, это выступления народных масс, которые могут пойти на это только лишь в силу обвала экономики, там, инфляция перейдет в гиперинфляцию, то есть, люди перестанут, рубль перестанет быть рублем, просто обычная бумажка будет, не будет зарплаты, не будет пенсии, невозможно будет покупать продукты питания, цена резко подскочит, возникнет ситуация, как было в 90-е годы в Советском Союзе, и тогда начнутся, то есть, те, которые, те зомбированные сегодня россияне, они несколько иначе подойдут, и вот тогда есть шанс у нас, а так, я боюсь, что, вот чего я боюсь сегодня, что эти безумцы, они могут решиться на нанесении какого-то, использования ядерного оружия, а это крах, они не думают о себе, если Путин позволил, и позволяет, его окружение позволяет говорить, что мы можем нанести удар ядерный, и мы окажемся в раю, понимаете, это страшно, мы имеем дело с безумцами, если бы в руках у Гитлера было бы ядерное оружие, я вас уверяю, он бы спокойно ее использовал, вот у Путин, по сути, он повторяет Гитлера, но у него есть это оружие. Ариф, я еще хотела спросить, вчера, когда у нас был с визитом Генсек ООН, Киев обстреляли, причем обстреляли в Шевченковский район, это в центре, ну, грубо говоря, в 15-20 минутах ходьбы от того здания, где находился тогда Зеленский и Генсек ООН, и он был в ужасе от того, что попали снарядом в жилой дом, о том, что пострадали люди, он это слышал, он это прочувствовал на себе, почему? Знаю, что у нас сейчас с визитом Генсек ООН, Россия нас обстреляла именно в центре Киева, именно жилой район, что это было? Это была неосторожность, либо это были показательные выступления с намеком, что мы готовы идти до конца? Это была демонстрация силы. То есть, то, что удар был нанесен сознательно, я, кстати, знаю этот район, я бывал не раз, это был сознательный удар, Россия четко и прекрасно, хорошо знала, куда и зачем наносит удар. Это демонстрация, во-первых, своих сил. Не зря Путин сказал, мы можем пойти на крайние меры. то есть, это мессаж всем и Зеленскому Украине, и ООН, его руководителям, и странам, в первую очередь, Запада, что Путин готов на все. И его не останавливает, что там в Киеве под ударом оказался Генсек ООН. он демонстративно пошел на это. Это демонстративная, это демонстрация своей уверенности в том, что он решает, а не другие. Он будет принимать решения, захочет, нанесет удар где хочет. Это вот, это его мессаж. Ему абсолютно бездаличны, ему бездаличны все, это мирное население погибли, там дети, это не волнует его. Его волнует, что он хозяин планеты, что он что хочет, то и будет делать. И он это демонстративно дал приказ нанести удар, когда там был Генсек ООН. Спросите, если говорит Россия о том, что они вступят в Третью мировую войну, но мировая война это когда воюет целый мир. Если они вступают в Третью мировую войну после войны с Украиной, значит они уверены в том, что они будут в битве сражаться не одни. Китай и Северная Корея встанет на их сторону или Китай воздержится, а Северная Корея подождет? Я думаю, они думают не столько о Третьей мировой войне, вот как вы сказали, как раз об этом речь не идет. Понятно, что на стороне России никто воевать толком-то не будет, и мы это видели даже на голосовании, вот когда было Генеральное особление ООН, там это 141 страна выступила против, осуждила в жесткой форме России, а кто был на стороне России? Только Корейская Северная Корея, Беларусь, Сирия и Эритрия. Никто другой не согласился, то есть говорить о том, что на стороне России кто-то будет выступать, и в России, я думаю, все прекрасно понимают, мы даже видим, что ближайшие союзники России по ОДКБ, там Казахстан и другие страны, они отказываются сейчас помогать и поддерживать Россию. Поэтому речь идет не о том, что будет Третья мировая война в классическом стиле, здесь одна группа, там стран другая, нет, речь идет о ядерной войне, где главное, кто первым нанесет удар. И здесь в данном случае не зря говорили всегда, что у Путина психология пацана с подворотни, вот он бывает как пацан, который вот запугивает и все ждет. На другой стороне испугаются, поверят, могут отойти. То есть вот эта психология, что все-таки Запад слаб и он прогнется, вот это действие очень сильно в голове сидит в России и Путина в первую очередь. И постоянно вот этот шантаж, то есть сегодня мы обстреляли, когда там был Генсек, завтра надо будет, мы и бомбу бросим. Это не значит, что будет классическая война, это шантаж. Мы можем пойти на все. А то, что там весь мир, планета охвачена, будет по-большому все-то сегодня они в угаре и даже не думают, я боюсь об этом. Это мы с вами думаем, потому что здравомышленный человек понимает, что использование ядерного оружия это катастрофа. И вообще об этом говорить нельзя, это ужас. Но если люди говорят об этом, я повторяю, значит, мы имеем дело во многом с безумцами. Ариф, как можно спрогнозировать и можно ли вообще на сегодняшний день как-то спрогнозировать развитие событий, глядя на то, что сейчас происходит. Мы видим, что сейчас активно уничтожается мертвый капитал. Я имею в виду технику, которую Россия разбрасывала по территорию постсоветского пространства. Они скопили достаточно живого капитала, который готовы вкладывать в военные действия. И мы прекрасно понимаем, что Путин в принципе готов воевать в долгу и война может в Украине затянуться на месяцы, а то и годы. Вот этот вот шантаж ядерным оружием, что будет дальше и насколько далеко готов зайти Путин, учитывая, что страны Евросоюза вечно терпеть не будут. И рано или поздно наступит такой момент, когда европейские лидеры западные скажут стоп, мы его ликвидируем. Как сейчас, например, они заявляют, что мы готовы уничтожить политическую систему Российской Федерации. Запад сказал, что обратного пути нет. И заявление о том, что Запад долго раскачивается, но быстро действует, тоже не надо сбрасывать со счетов. У европейских и западных лидеров тоже есть некие опасения, они не готовы жить постоянно в страхе. Это экономически нестабильно и невыгодно никому. Да, то, что вы сказали, это имеет место действительно здесь в Европе особенно идут дискуссии на эту тему очень живые такие, постоянно стоит вопрос, во-первых, как долго все это продлится, потому что война уже нанесла удар по экономике европейцев, пока не могут терпеть, но сколько это продлится, это сложный вопрос, потому что есть ясное понимание того, что даже если боевые действия удастся остановить, все равно конфликт останется в том виде, в котором есть, может продлиться даже, кто его знает, может годы продлятся, одни говорят там даже о годах, сложный вопрос, вообще сейчас прогнозы делать очень сложно в этом отношении, потому что мы можем только говорить, что сейчас первые стадии остановить боевые действия, вот это первая стадия, не допустить ее разрастания, скорее всего, я думаю, что ключевыми станут, вот, поскольку Путин торопится к 9 мая что-то сделать, провести какую-то победу, значит, ближайшую неделю нас ждут горячие дни, ближайшую неделю что-то должно быть, потом, может быть, ситуация пойдет понемножко по-ниспадающей, потому что с одной стороны, вот когда мы говорим о реакции Запада, мы должны иметь в виду, что очень многое скрывается, носит конфиденциальный характер, я немножко сам, скажем, по другим конфликтам, скажем, по Карабаху особенно, знаю, что не все, что в прессе сообщается, вернее, не все, что в ходе конфиденциальных встреч происходит, это сообщается в прессе, я полагаю, что более или менее, к примеру, вот вы говорите, что как убрать, не исключаю, что есть тайный контакт, или попытки тайных контактов, скажем, Пентагона с российскими военными, чтобы они взяли инициативу в свои руки, об этом все мы можем узнать потом, когда все закончится, не исключаю, что есть что-то, активно, какая-то работа с теми российскими представителями, которые, ну, более или менее близки к Кремлю, чтобы они тоже как-то воздействовали, то есть попытка воздействовать иными путями, просто мы об этом не знаем, но я более чем уверен, сейчас это имеет место, мы сейчас просто с вами говорим об открытой форме, там, решение о лен-лизе, решение о поставках оружия, там, встреча в РАБ, это открыто, это мы видим, а есть то, что мы не видим и пока не знаем, но узнаем потом, вот, скорее всего, сейчас будет ставка сделана на то, что, во-первых, не допустить использование со стороны Путина ядерного оружия, элемент шантажа есть и со стороны Запада, то есть, когда, вообще-то, это в какой-то мере всегда было, то есть, когда Россия использует шантаж, она смотрит, а как там на это реагирует, а там могут свое учтожие сказать, в ходе кофициальных есть масса каналов, это, вспомните, скажем, Карибский кризис, там же тоже много делалось за кулисной формой, и в такой же форме доносят до Путина или окружения, что вы, если сделаете тот, так скажем, нанесете удар тактическим ядерным оружием, скажем, в ответ последует с нашей стороны ответ, такого рода есть действия, поэтому мы можем сказать, если говорить о прогнозе, я очень осторожно отношусь с прогнозом, но я думаю, что в ближайшие недели будет самое тяжелое, сложное для Украины, Россия попытается чего-то добиться, потом должна ситуация пойти по ниспадающей, возможно, где-то в конце мая должны быть активизироваться новая фаза переговоров, переговоров между Россией и Украиной, здесь Турция будет играть большую роль, где-то потом достигнута будет какое-то решение о временном прекращении боевых действий, и где кто-то так остановится, я думаю, что вот так будет идти, а потом все будет зависеть от экономической ситуации в России и от той политики санкции, которую Запад предпринял против России. Вот это мой прогноз на сегодня. Повторяю, очень сложные дела прогнозы, но другого нет.